Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 703. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 15 ноября 2017 года. Евгений Тарабко, Израиль. Современная православная церковь. Проблема православной церкви. Это название ролика. Вот как вы смотрите на это? Сидит человек. Я говорю, даже внешне стриженная борода, масонский галстук на ведущем занятии. Женщины все без покрытия на голове. Головная вера-то. Библию как будто и в руках не держала. Это их учитель сидит. Евгений Тарабко, Евгений Тарабко, говорит, согласен. Типичный протестантский либерализм. Так называемая всепозволенность. Обмерщенность. Но ролик прислал к тому, как баптисты извне смотрят на православие. На его внутреннее настроение. Критичный взгляд со стороны на православие. Хотя и православные сегодня, и бриты, и в галстуках московской патриархии. Ничем они особо-то не отличаются от этих молодых людей. Сергий и Игнатов. Мир вам. Пишу эти строки из гостиницы Харьковского Святопокровского монастыря. Благодарю Бога, что создан уют для приезжих, когда за небольшую плату, меньшую в 14 раз, чем в городской гостинице. В перерыве между мирскими делами можно за рукоделием, которое я всегда беру в командировку, послушать выступление проповеди того, с большой буквы, кто подражает сегодня апостолу Павлу в подражании Господу Иисусу Христу. Я ему сказал, ты меня не называй больше нигде, не надо. Один раз сказал, и все, так он теперь по-другому. Запомнилась сказанная фраза о сектантах, которые, если они из бывших православных, отступили от нашей нынешней церкви, не найдя в ней учения Иисуса Христа. Так пишет Кузерин, где Энни из города Белая Церковь, в Киевской области, автор книги «Возвращение», в которой он пытается осмыслить такие понятия, как рождение свыше и воздимость Духом Святым. Как это было с Авраамом, когда Бог еще не дал своему народу Моисеево закона, как путеводителя ко Христу. Таких одаренных, на отступивших от православной церкви сектантов нужно приводить обратно, чтобы данный им Богом талант служил Христовой православной церкви. Это всегда под силу Господу, чтобы Он через своих нынешних учеников и соработников выходил на контакт с такими людьми в духе кротости и любви, а не только в виде грозных обвинителей сектантов-перетеков. И потом добавил «Мир вам!» Нашел проповеди нашего духовного наставника, слушая их в монастырской гостинице в Харькове. «Чувствую себя счастливым и благодарю Господа за встречу с его мудрым соработником и воистину Божьим помазанником. Храни его, Господи!» «Та от избытка в сердце глаголит мои нечистые уста. Сказано, что не красна похвала в усах грешника, но и хвалить человека принято, чтобы поддержать его в стесненных обстоятельствах, а не человека угодия». Вот день события. Сижу дома. Какие события? Приехал Игорь Барабаш в среду, правда. Поговорили, он сушилку купил, дорогая, и приехали оттуда представители, устанавливали ее так, оговоренно у них. По-другому защитить нельзя. Поговорили, я говорю, у тебя ребятишки-то где? Терентича-то со спиной. Здесь, в городе, я говорю, никогда его не видно здесь. И Ерема тоже не видно. А еще не ходят. Я говорю, нет, нет, не видно. Конечно, печально это родителям. Ну и вот за вчерашний день показать, что выставляю сейчас, потому что полтора часа, мы ставим 4,40, но мне за полтора часа раньше надо, чтобы почту тут разобрать, все поставить. Едва-едва хватает полтора часа, столько наплыву народа, кому-то ответить надо. И вот уже сюда, с этого видеоканала перенесено. Тоже делать надо переносы. Вот это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Еще одно не перенесло, только девять. Уже девять перенесло. Люблю я эту систему, мой мир. И переписывать целико. Ни с какой другой сравнить нельзя, который известный. Какие-то твиттеры, там, фейсбуки. Даже живой журнал этого не дает. Настолько здесь полно можно. 21 тысяча фотографий. Посмотри. Другой журнал считаешь, живой журнал. Только вот ругаются между собой. И еще нет. А тут все перед глазами. Вот. Ну и наш форум большой, 1600. Сейчас это убавилось. Даже вчера меньше 300 было посетителей. Но это людей 300. Не просто так. Ну и наш видеоканал. Вот посмотреть. 10 роликов сегодня тоже выставил. Вот я смотрю, сколько здесь. 2 минуты. 25, 27, 29, 30. И час 30 здесь идут занятия. Вот уже 2 часа. Еще полчаса. Вот. 3 часа. С половиной. 4, с половиной. 5 часов почти что. Чтобы прослушать. Все здесь. Ну, кто это будет? Ну, кому что нужно? Вот. На что сегодня из 10? Самое непопулярное это Иоанн Златоус. Ну, непопулярно, так как сказать-то. Вот архив Златоус из Потеряевки уже 84 за 1 час посмотрели. Ну, а дальше тут по 29, по 50. Морка всегда на мелкой терке. И размышления о Франции Гальберде. События. Богатые у нас. Что тут посмотреть надо? 9 миллионов 103 тысячи 844 просмотра. И 9 тысяч 286 подписчиков. И 8 тысяч, наверное, около 600. Даже точно не знаю. Ну, 600 с лишним видеороликов здесь. Большой ресурс. Средства массовой информации нас отнесли уже система. И вот вопросы и ответы здесь на нашем православном библейском сайте. Вот все здесь. 55 папок. Очень богатый составленный. Как хорошо. Но тут ресурс, на котором они были, там, сервер называют. Что-то они перематывались. Что-то у них не так было. Это уже третий раз у нас. Приходится все переносить. Теряются тут. Ну, содержат как-то, смотрят модераторы. Вот. Ну, вот я взял отсюда. Сейчас 10-я идет папка «Государство. Вопросы и ответы». Вопрос 3880, 27 том. На каком основании появилось законодательство о религиозных культах, по которым осудили многих баптистов? Действительно ли это равно, как пострадать за Христа? Это мне вопросы задают. Я за кафедрой в университете. Законодательство о религиозных культах всегда было и в любом государстве. Но какое оно и какую роль дается в этом законе личности, его свободе и общении с его божеством? Есть законы, которые называются драконовскими. Но есть законы драконова, прямо исходящие от семиглавого змея, древнего дракона. Советское законодательство вполне было бы допустимо, если бы не было лишь прикрытием для мирового мнения. На самом деле его нарушали сами же власти, нарушались цинизмом и наглостью. Учитывая, что я это все отвечал при советской власти еще. Или с перестройкой только началась. Считаю, что как делали первые христиане, так надо бы и нам делать. Тут деяния апостолов должны стать настольной книгой и инструкцией. Они не шли в лобовую атаку, но маленькими группами рассасывались, занимались и в подземельях. Собирались по ночам и так воспитывали своих детей. Ходили переодетые под нищих и военных священники и епископы. Страдать за нарушение антихристианских законов и есть страдание за Христа. Главное – жить по заповедям Божьим, исполнять святые заповеди Христовой любви. Привожу места Писания. Всех удивляло, я это на память говорил. Михея 3.4. «И будут они взывать к Господу, но он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». А то Бог любит всех, Бог – это его творение. Ну и что, что его творение? «Я тебя породил, я тебя и убью», как Тарас Бульба Андрейке сказал своему. «И здесь тоже творение его, горшок, да не сильно надо разрушить, расколотить его, горшечник. Скажешь ли ему, что ты не разумеешь, как? Вот придумали это? То есть это за Бога ратует. Бог хороший, никто не отрицает. А вспомните Иова, как упрекали три друга. «Ты что, говорящие словами бессмысла, кто это? И теперь жертву от вас Бог не примет, – Бог сказал. Пусть Иов помолится. Иов говорил так, как будто с ним стоял неугодивший ему сосед, с Богом. Не сюсюкал, ни придыханием ничем не давился». 1 Петра 4.15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Посягающий на чужое и вор как будто бы сходится. Ну, вот посягающий на честь, может быть, воровал на что-то. Плагиат. 2 Тимофея 2.9. «За которые я страдаю даже до уст, как злодей, но для Слова Божия нет уст». И стихотворение. «Они рождены от людей, и всяк по естеству на свете честью равен. Земля родит, земля пожрет, рожденный всяк, рожден умрет, богатый ниш презрен и славен. Тогда исчезнут лести те, которые данны суете. И чем гордились бесстыдный человек, скончаются их краткие дни, и вечно протекут они, как гордые шумя, текущие быстрые реки. Когда из них изыдет дух, а о них прибудет только слух, лежащих у земли бесчувственно в утробе. Лишатся гордости своих, погибнут помышления их. И пышные титла все сокроются во гробе. 1773 год сумароков. Какой стиль у него, насколько отличается даже от Пушкина. Мне охота сегодня, вот еще попутно хочу сказать, вот у меня тут есть визитка, кому надо, скажите, я вам ее перешлю. В моем мире можно это сделать. Визитка с двух сторон. Вчера я тут говорил, какого размера она идет. Вот 8,5 на 4,5 сантиметра. Вот оно, где сайт, все номера телефона. А дальше ответы здесь можно найти, что на нем есть. Все абсолютно. Я ему вышлю, и дома там можете себе издать. Не это, в электронной версии вышлю-то. Это уже не один человек-то. Мы, говорит, издали здесь, согласились, несколько человек, и несколько тысяч, чтобы они дешевле были. Чем больше, тем дешевле. Вот так. Ну, тут еще такой интересный материал появился. Я его хочу сейчас опубликовать для людей. Называется «История двух разных людей, которые, находясь в полном рассудке, добровольно легли в сию больницу». И вот его фотографии, видимо, опубликованы. Ну и дальше просмотров. Минздрав России утверждает, что в 2016 году уровень потребления алкоголя снизился до 10,3 литра на душу населения, против 14,3 литра в 2009. Несмотря на победоносное заявление чиновников, число тех, кто еще не смог вырваться из рабства алкоголизма, по-прежнему велико. По просьбе самой сдата батенькой Давы, трансформер, журналист Вячеслав Фарфоломеев записал историю человека, который решил покончить со своей зависимостью самым радикальным способом. В нарушение законов взял да и лег в сию больницу сам. И вот интересно, как он пишет, а мне это заведение-то известно. Я лежал в армии, когда стал молиться, меня упекли туда. А потом, когда в тюрьме я был, на проверку посылали. Ну, признали, нормально. Для моей книги «Для слова Божия нет уст», там психиатрическая экспертиза, все описано. Вот. «Я сам решился туда пойти», он говорит, «потому что почувствовал, что не могу совладеть с алкоголем. Жене звоню, все, надо это искоренять, ставить крест, все на...» Даша цензура вырезала. Выпил напоследок четверть-пятерки водки, то есть пол-литры. Жена домой приходит. «Ты что, напоследок решил нажраться? А как тут не нажать-то? Я же еду бросать пить психушку». Как один говорит, мимо иду. Товарищи, да заходи, я решил никогда не пить. Прошел мимо и даже не взглянул. До дома дошел, но думаю, за то, что я такой крепкий, зайду за это выпью. Опять вернулся и выпил. Вообще ехать, как я добровольно, и за деньги свои, это незаконно. Просто так нельзя. Тебя оформляет историю, тебе... Мне ее сама заведующая сочиняла. Она написала, что на фоне алкоголя у меня поехала крыша. А я в случае чего должен был говорить, что у меня были мысли о суициде, то есть самоубийстве. Заведующая сказала, что просто алкашей они не берут. Потом она мне объяснила, почему. Просто тогда меня бы пришлось ставить на учет к наркологу. И я был бы обязан каждые полгода отмечаться и лежать. А так как это по психике идет, то она просто оформляет меня к себе чуть ли не через скорую. Туда как на скорой-то привозят? Ну, человек напился, кто-то из родственников вызвал скорую. Мы объяснили по телефону, что на почве пьянки белая горячка. На людей кидается, из окошка выпрыгнуть хочет. Приезжают, скручивают ее, родственникам дают бумагу. Они подписывают, что согласны, что его увезут не просто в больницу, а в психушку. Ну, его и определяют на лечение. Привозят и сразу в наблюдательную. Он какое-то время лежит в наблюдательной. И если он в нормальное состояние приходит, то его перевозят в общую палату. Его лечат, как бы от нервного срыва на алкогольной почве. Эта история ей для чего-то нужна. И все. А остальное она уже по своей программе делает. Я не первый, не последний у нее. Человек, через которого я попал туда, говорил, что я 53-й, которого она туда пропихнула. И из них только трое сорвались. Вопросы госпитализации граждан психиатрической лечебности регулируются законом о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Процесс госпитализации в недобровольном порядке описан в 29-й статье этого закона. Без согласия его самого или его законного представителя человека можно отправить в психбольницу на следующих основаниях. Если он представляет опасность для себя и окружающих, если его беспомощность настолько велика, что он не в состоянии удовлетворять базовые потребности, если есть риск, что бессрочной психиатрической помощи будет нанесен существенный вред его здоровью. Ну и я туда приперся. И мне сказали, возьми то, сё, пятое, десятое. Короче, набрал я с собой полную сумку. Мы когда в отделение зашли, медсестра такая, я не понял, а ты чё, на курорт что ли приехал-то? А ну-ка, давай сюда сумку. Ну, к себе затащила и давай выбирать, что можно. А что нельзя? Короче, половину забраковала. Говорит, переодевайся. Я говорю, а где? Ну, где, прям здесь, в коридоре. Ну, я до трусов-то и снимаю, что на мне было. И то, что взял, переодеться, трикот, футболку, тапочки на себя. А остальное всё она жене отдала. Бритвенный принадлежности, кстати, оставила, но забрала себе. Если надо побриться, подошёл, попросил, в пакетике подписанное. Она отдаёт, побрился, должен отдать обратно. Ну, я побрился, унёс тумбочку, да и к себе и положил. Чё я ей буду отдавать-то? У нас никакого шмона не было никогда, ничего не искали. Кто-то из мужиков лежал в соседнем корпусе и говорит, там шмон жёсткий, как на зоне. Матрасы переворачивали, тумбочки постоянно смотрели. И всё запретное забирали. Мне сразу же поставили капельницу, затем три укола, потом ещё три укола и капельницу. Ну, практически весь день первый я проспал. На второй день мне снова поставили капельницу и ещё два укола. В общем, два дня я вообще ходил неадекватно. Думал, сам дураком встану. Я вставал, например, в туалет, шёл по-ровному, вот испотыкался, как пьяный-то. А потом нормально, пришёл сам себя после этих капельниц. Ну, ещё оставили, я не знаю. Сколько ни спрашивал, не говорили. Нам не положено спросить у заведующей или у старшей медсестры. А у них там спрашивать бесполезно. Они с тобой так же разговаривают, как с дураками. Они не делают различий, нисколечки. Ну, вообще так сказали. Два дня пить, уже запой. Если опохмелился, тоже запой. Я тогда... Несензурное слово. У нас вся же страна запойная получается. Когда я туда приехал, меня трясло, как каштанку на параше. Вообще, подкидывало, всё-таки с похмелья. Отделение на самом деле не сильно раздолбанно-то. Но я думал, будет хуже. Стены, потолок, ничего изысканного. Там потолки вообще я охренел. Метра четыре где-то. Это старая постройка. Больница уже хрен знает сколько лет-то. Ну, на маленьких окошечках решётки, форточки открыты, чтобы проветривать. Двери входные и выходные на улицу. Железная. Бедрущик. Никто не может открыть, кроме медсестры или старшей медсестры. Только у них ключи. Ну, вообще-то чистенько. В день по два-три раза мыли. В коридоре, кстати, у нас не лежали. Там свободно было. Самое интересное, это кровати. Во многих больницах стоят кровати с металлической сеткой. Так вот, у нас вместо сетки были наварены металлические пластины. Крест-накрест, толщиной миллиметра по два. Она даже не прогибалась. Просто как шконка на зоне. Были ещё такие, где вместо этих пластин лис железо в дырочку. На нём ещё более-менее спать можно было. Он хоть ровный. А та кровать, которая из пластин-то, вся волнами шла. Я, чтобы спать, подкладывал полотенце. А между пластинами толстовку, чтобы ровнее было. Народов там было много. Человек 60. Всех можно поделить на три группы. В основном там дурачки лежали, шизопринники с нервными рылами. Дёргаются, прыгают, всякую хрень несут-то. Ну, их постоянно долбали. Посылали подальше, орали на них-то. Ну, они и сами надоедали, приставали. Один там с 14 лет лежит-то, а сейчас ему уже 30. Ну, не сказать, чтобы уж совсем-то. Это надо видеть-то. Вот на него смотришь, вроде глаза умные. А может идти и нести, чё попало. У них там эти наплывами. Когда приходит сознание-то, а когда и нет, крыша едет. Мама его не забирает. Оформила по инвалидности пенсию. За него и получает, и кайфует. Она раз в месяц появляется, чего-нибудь подбросит ему сладенького, и всё. А в пансионат его не сдаёт. Если она сдаст его в пансионат на полное государственное обеспечение, то её лишат пенсии-то и его доли в квартире-то. Государство сразу отметает его долю. Вторая группа. Это те, которые, скажем так, нейтралитет какой-то держали. Вообще никуда не совались и ни с кем не кучковались. У нас там, например, даже академик лежал. Такой дядька грузный, бородатый, на Эйнштейна похож. У него на нервной почве срыв случился. К нему студенты гурьбой приходили, передачки приносили. И я не видел никогда, чтобы он с кем-то общался. Разговаривал один, сам по себе. И было двое полублатных таких. Вася, он там лежал по суду. На третий, на четвёртый день моего пребывания его отозвали в суд. С ним поехали заведующая, старшая медсестра и медбрат. Вот такое сопровождение было. Когда я приехал туда, говорит, всё, через 10 дней отпускают. То есть оправдали. Чего у него было, я сильно-то не вдавался. Второй Саня, тёзка мой. Он вообще сиделец, у него несколько сроков было. Он по наркоте, практически постоянный клиент. Наблюдается у нарколога, периодически ложится на прокалывание, на лечение. И он такой весь на понтах. Он сразу ко мне, здорово, как зовут? Какой? Говор у него прямо блатной такой. Я говорю, Саша. Он говорит, о, тёзка, Санёк, ну всё, капец. Вот этих двоих, кстати, можно назвать смотрящими. Они медсёстрам помогают, за порядком следят, всех этих дураков успокаивают. Согласно докладу правозащитной группы АГОРА, ежегодно российские суды выносят несколько тысяч решений о принудительной отправке обвиняемых в психиатрической лечебнице. Если в 2011 году таких решений было вынесено более пяти тысяч, то в 2016 году решила уже более чем о 8 тысячах подсудимых, которые были отправлены на принудительное лечение. Были ещё человека три, которые просто лежали, вообще не вставали. Как я понял, они очень тяжёлые. Один из них где-то лет 25 вообще не в адеквате. Он даже и есть не мог, у него всё обратно вылазило. Большая часть больных живёт как в пионерском лагере, в двух больших комнатах с перегородками. В каждой штук по 20 кроватей. А с другой стороны коридора палаты, как комнаты. Правда, дверей там нету, только дверные проёмы. Там их вообще нигде нету. Они есть только в процедурках, где уколы ставят в буфете у старшей медсестры, у дежурной медсестры и у заведующей. А одна из палат-комнат – это изолятор. Там всегда три кровати. Это на случай, если кто-то простынет, заболеет. Чтобы всех не заразить, их туда переселяют отдельно. И кормились они там, и лекарства получали отдельно. Наша палата считалась блатною – шесть коек и все нормальные. И одна палата была наблюдательной, туда привозили просто никаких. Около этой палаты всегда дежурил медбрат. Лично я участвовал в привязывании к кровати одного из буйных. Был такой один пацан молодой, 20 лет нету. Но большой такой, пухлый, прям как глыба. Да, там в глазах-то толком интеллекта не было. Он с детства, похоже, уже головой битый. Он всегда в этой наблюдательной палате был, потому что он непредсказуемый. И заорать может, и запсиховать, и запрыгать. В тот день дежурила Анька молодая-то. Она сидела как раз около их палаты и журнал какой-то листала. А он увидел там полуголую женщину в журнале-то. И пальцем тыщет, и, я так понял-то, возбудился. А Саня находился у него за спиной, и как, заорет резко-то. Тот испугался, подскочил, заорал, и с разгона в стенку, как дастся. Там какой-то плакат висел. Ну, он отлетел. Мучит, мучит, пришел обратно к палате. Опять разбегается, опять быцко об эту стенку-то. Короче, попер из него этот псих. Тут уже и медбрат пришел-то. В общем, мы его пятером скрутили и на кровать. Там специальные ремни есть, скрученные в рулончик. Ноги, руки, даже через подмышки, шею привязывали к этой, к спинке-то, чтобы он не мог встать. На самом деле, у нас не такие тяжелые больные-то лежали. Медбратья Серега и Валерка-то рассказывали, что в соседнем отделении где более агрессивные лежат. Одно же происшествие было. Там молодой пацан психанул на кого-то и кинулся в окошко. Ну, разбил его, сам весь изрезался. Его связать не могли-то. А Валерка старый пердун-то и говорит, звонят в наше отделение, а меня зовут, не могу его связать-то. Ну, прихожу, говорю, Борь, ты че? Валер, эти суки! Тут матерок какой-то. И меня обижают-то. Ну, че, будем привязываться? Да ладно. Пошел он, лег, а я его и привязал. Говорю, полежи для их успокоения. Это не для твоего, а для их. Для которых за тобой-то смотрят. Успокоить их надо. Я тебя привяжу. На следующий день этого пацана в наше отделение перевели. Общался я со всеми нормально. Это не скандалов, ничего такого. Но там, кстати, матерятся абсолютно все. Без всяких стеснений-то. Ну, просто. И матерок. Матом друг друга с медсестрами, а те между собой тоже с матерками. В первые два дня я умудрился себе телефон оставить. Обычный, кнопочный-то. И вот как-то раз в нашу палату заходит Мэри Поппинс. Я так медсестро одного назвал. Очень на нее похоже. В очках, только без зонтика. Я лежу, а у меня из кармана телефон-то брык выпал и лежит рядышком. Ну, она подходит ко мне. А ну, давай сюда. И рукой машет. А потом, сколько ни ходил, ни просил, столько о себе я их хорошего услышал-то. Ну, я же не дурак, блин. Ну, и что? Опять тут. Я тебе сейчас дам телефон, а ты пойдешь. Это медсестра говорит, да с матерком. Ну, так, по легкому. Одному, да второму, третьему позвонить-то. Она до последнего мне телефон так и не отдавала. До самой выписки. По правилам, там телефоны никому не положены. Хотя раньше разрешали. Ну, там же все вместе лежат-то и больные по дурочке, и обычные пьяницы-наркоманы. И у одного из таких одна же пропал хороший смартфон. Его так и не нашли. Кто-то из дурочков то ли спрятал его, то ли выкинул. А врачам-то пришлось уплачивать. После этого случая телефоны забирают у всех поголовно. Но к нам отношения еще более-менее было. У женщин, говорят, похлеще. У них там функции медбратьев. Бабы выполняют. Им настолько жести хотелось, что они сначала натравлили друг на друга больных-то. А потом силой их усмиряли. Рассказывали. Били их чуть ли не дубинками. Женщины привязывали их к кроватям. Жрать не давали-то. Там в натуре как на зоне. Как-то вот в мужских отделениях-то тут более-менее. Давай, я тебе кофе. А ты мне сигарету. Он мне приносит, а я ему кофе отсыпаю. Бартер, как на зоне. Там был распорядок дня. Завтрак, обед, ужин, полдник. Вечером выдача передатчик. Но соблюдался он хреново. Вот если ты собрался бриться, ты должен в 7 утра встать и до завтрака успеть. Он где-то около 8 завтрак. За это время ты должен успеть взять бритинные принадлежности, побриться и сдать. Но в туалете, около раковины, зеркал-то нет. Были только в коридоре, около кабинета медсестры. И приходилось бегать, напенялся, прибежал к зеркалу, два раза ширкнул, побежал, ополоснул и заново к зеркалу. Дальше все шли к окошечку для выдачи завтрака. Обеда, ужина и полника. Там железная чашка, ложка, кружка железная. Вилок, ножей, ничего нет. Только весла. Весла – это ложки. Потом я таблетки принимал. После обеда четвертинку таблетки. Черная снаружи и желтая внутри. Еще на ночь. Они называли их сонники. Две маленькие таблеточки за раз выпить надо. Если не успел запить водой, язык не имел. А сонники, потому что их принял, и через полтора часа вырубаешься, спишь без задних ног. Прогулки были. Около корпуса площадка огорожена металлической сеткой, высотой чуть больше полутора метров. Калитка. Выходим. Нас туда медбрат запускает. Калитку закрывает. И снаружи за нами наблюдает. Ну, тут скамейки, стулья, беседка. Мы по этому квадрату уходим туда-сюда. Кто сидит, кто ходит. В беседке в нарды играют. За девять дней я на прогулке был два раза. Один из мужиков сказал, что уже второй месяц тут лежит. И только второй раз на прогулку вышел. Может, из-за холода не выпускали. Это там март-апрель был. Мы выходили, солнце было, тепло. А потом вроде третий раз собирались на прогулку-то. Собирались только и не пошли. Потому что нулес и снег, и ветер. А чтобы не застудились, потому что от кого-то своей одежды-то нету, все в тапочках. Ну, у кого-то остались сейчас свои вещи. Куртка там или пуховик. А остальные могли найти что-нибудь в хозкомнате, где бедра с метлами лежат-то. Там же фуфаек штук пять и немного обувки. Я ходил в резиновых калошах. У меня не было своей обуви. Там, да и ходили гулять человек пятнадцать всего. Там объявляли на прогулку кто хочет. Ну, ходили далеко не все. Ну, и свиданки были. В обычные дни с четырех до шести. В выходные с двенадцати до часу и с четырех до шести передачки приносят. Вот мне жена что-нибудь принесла. Я говорю, что вот это я сейчас съем. А остальное медсестра или медбрат берет. И тут же, как надзиратель, пакет раскрывает и смотрит, что там. Слава Иисусу Христу! Татьянушка звонит. А ну, ничего такого запрещенного нету. Пишет бумажечку с фамилией, бумажечку в пакет. Эти передачки потом уносят на кухню, в буфет. Вечером после ужина, где-то через час-полтора, по отделению, свисток. Выдача передачек! И у них там есть правило. Когда мне выдали передачку, я беру этот пакет, ставлю на стол, открываю и выкладываю все на стол. Типа общак. Я всех угощаю. Там мало кому ходили. А многие по месяцу, по два, кто по полгода лежат, многие не первый раз. И они только за счет нас и питались. Кушали вкуснятину всякую. Конфетки, фрукты, печеньки, пироги. Сигареты те же. Два раза жена приносила мне кофе, грамм по 90. А сахар каждый раз забывала. Там его не дают. Компот без сахара, чай без сахара, все без сахара. У меня кофе появился там. Ну и кто-нибудь из более-менее адекватных приходит. Саш, отдай мне сигаретку-то. Завтра, послезавтра будет, отдам. А я говорю, я занимать не буду. Давай так. Ты мне сахар найди, а я тебе сигаретку. Базаров нет. Убегает. Вот нет в отделении сахара, а он мне полстакана пластикового сахара приносит кубиками. Я ему сигарету, которая приходит, сыпани кофе. Я говорю, давай я тебе кофе, а ты мне сигарету. Он мне приносит, а я ему кофе отсыпаю в бартер, как на зоне. Повторюсь, заняться там особо нечем. Мне за 9 дней мужики чуть ли не всю историю своей жизни рассказали-то. Рядом со мной лежал Витька. Я охренел. Думал, ему за полтинник, а он на 2 года младше меня очень хреново выглядит-то. Всю свою жизнь рассказал мне, говорит, коммерсантом был, потом с женой развелся, ей все оставил. Но с женой они остались как бы друзьями. И когда в очередной раз у него произошел срыв на почве развода с женой-то, он опять забухал. И он пришел вроде как прокапаться. то думал, неделю полежит, прокапается и опять уйдет. А заведующая его определила на 2 месяца. Он такой, а за что? А чтоб ты падал, не бухал больше. И вместо 9 дней на 2 месяца. Я уходил, у него уже второй месяц пошел-то. А у него с тещей такие отношения. Она передачки добрые ему носила, курицу, гриль, хлеб, фрукты, еще чего-нибудь. И кое-как до тещи он дозвонился, чтобы она связалась с заведующей, чтобы-то его пораньше отпустила-то. Но словесно она не может отпускать-то. А у него родных, кроме тещи-то, и нет никого. Кто за него может поручить это? Она должна написать отказ от дальнейшего лечения, когда его выпишут. Ну, вроде как пообещали скоро выписать. А Саша, который сиделисто, он вообще стихоплет. У него свой сборник стихов он мне показывал, я читал. Там большая часть это, конечно, блатные стихи. Их можно положить на гитару и петь. Другой пацаненок там лежал, пел кайфово, голос был. Чего с ним, хрен знает-то. Ему всего лет 20. Очень смазливый, хлюпенький. Мордашка такая миленькая-миленькая. Его там все звали малым. Вот он песни пел просто без гитары. Раньше у них, кстати, была гитара, и кто-то приносил. Он на ней, говорят, играл кайфово и пел. А так я валялся. Кроссворды решал. Там телевизор был, висел в столовой-то. Он находился в деревянной полке, под самым потолком-то. Чтобы его включить, мне бы пришлось руку тянуть. Это чтобы его нельзя было сдернуть. А розетка еще где-то на метр выше телевизора. Показывали разное. Много каналов было-то. С пульта переключали, смотрели, что хотели-то. А так болтали, по коридору бродил, шашки играл. Курить то и дело бегал. Картинка. Сигареты – это отдельная тема. Там везде висят знаки. Курение запрещено. Но все курят в туалете. Я охренел, когда первый раз пошел. Там как? Сначала первое отделение. Здесь раковины. Тут умываются. И зубы чистят. Тут же курят. Следующее отделение. Там писсуары и унитазы. Никаких кабинок. Все открыто. Три унитаза обычных, каких фарфоровых-то, на которых садятся, а один просто дырка в полу-то. Как раньше на вокзалах был. Я захожу, сидит, мужик серит. А на таком унитазе же все видно, яйца висят. И тут же стоят, курят. А вокруг него сидят человек пять. Ну, тут нехорошее слово. И ждут, пока он им курить оставит. А он сидит, серит. А он прямо около него, а не на полу-то. И меня тогда чуть там не вырвало-то. Ну, я оттуда выскочил-то, соседное отделение, это где раковина-то. Покурил быстренько, ушел. А потом уже и привык. Захожу, вижу, кто-нибудь серит. И выйду получше, лучше к раковинам-то. И здесь покурю. Вообще, стоит выйти из палаты и пойти в направление туалета, как за тобой сразу человек пять идет, этих дурачков-то. В один из первых разов, помню, захожу с ними в туалет, а они все сразу покурим. 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 Короче, на одну сигарету пять человек. Я выкурил половинку и даю дальше. Вот половинку-то они еще на четверых делят-то. Им главное по одной-две затяжечки сделать-то. Он может там весь день просидеть, но по одной затяжечке как у кого-нибудь сделает. Потом мужики, которым давно лежат, которые мне сказали, Сань, ты сильно-то не раздавай сигареты. Они сейчас прощухали, новенький пришел-то. Они тебе сейчас, разуют, тебя разденут с этими сигаретами. Ну, день-два проходит-то. Покурим. А я отвечаю, нет, я хочу один покурить. Ну, хоть немножко. Нет, говорю, после обеда хочу один покурить. Я как-то раз в туалет с сигаретой оборачиваюсь, за мной человек шесть. Покурим, покурим, покурим. А я хочу один покурить. А спереди шел паренек такой длинный, конопатый и кучерявый. Пушкин. У него погоняло было. Так вот он оборачивается и давай на них орать. Вы не слышали, что сказал? Он хоть один покурить-то хочет? Идите отсюда. А они такие раз и отстали. А он за мной идет дальше-то. Ну, мы зашли, я оставил ему покурить. И потом я уже просто выбирал, кому хочу оставить покурить, а с кем хочу не курить. Не хочу курить. Там были очень назойливые. Ну, может, потому что скучно им, пообщаться надо было. Меня выписали раньше времени. Отпросился на выходные это. Но в понедельник надо было приехать на укол. Я приехал, меня вместе сестра запустила и ушла. Я там ходил, ходил. Ну, думаю, дойду я до мужиков. Дойду. Все здороваются, они знают, что я чего-нибудь принесу. Жена пирожков им настряпала. Я печеньки взял, чаю и сигарет, конечно, принес. К себе в палату зашел, а там Сашка. Пойдем, говорит, стихотворение просчитаешь. Я новое написал. Просчитал. Почти целый лист на А4. Стихотворение в 6-9 мая про ветерана в войну и закончил бессмертным полком. Сейчас уже и не вспомню точнее, что там было. Я пойду, говорю, Киосифовне надо. Сходил, а она занята. К ним вернулся, посидели, потрещали. Ну, давай еще заходи, говорят. Ну, где я говорю, пойдемте лучше в туалет, покурим по старой памяти. Меня там уже как за своего принимали. Ну, и там же гуськом пошли за мною. А мне уже сигарет не жалко было. Я их там немножко подтарил. Жалко, все равно. Им там покурить охота, а никто не носит. Я самых дешевых без фильтра взял Прима и Витязь. Но они остались довольны-то. Им вообще какая разность еще курить-то? Им лишь бы курить. А одна радость осталась. Потому что многие там надолго. Ну, я тут дальше про Нелли Блай будет писать. Я просто прокручу в Англии, как это делается. Да еще в прошлые века вот. Если хотите, можете просчитать. Я прокручу по-своему интересно. Тут с картинками, полицейские, как приводят. Но тогда на головах что-то было хоть маленькое. И вот допрашивает девушку там одну, говорит, ты скуба, дитя мое? Пожилой судья наклонился вперед, вглядывая в девушку, а та заметно оживилась. Да, а как вы догадались? По акценту судья не скрывал гордости от собственной прозорливости. Скажи, дитя, а в какой части кубы ты жила? Ну, и дальше говорит, а ее спрятали туда, она нормальная. Ну, и вот улицы. Нью-Йорка везут, как все это рассказывает. Я просто продергиваю, кому интересно, тот будет тормозить и считать. И вот показывает ее, какая. Новоисточиной поручали делать репортажи. Вот так. Вот она. Видишь, как платье-то какое-то, наверчина сколько, нашлепки на заднице, как говорит Лев Толстой и крейсер в Санате. Точно та же. Считает на таинственном острове. Здесь какие-то дом у ГДМ-Ольшоных на острове. Вот так. Осмотр, когда берут. еще немножко покажу, чтобы каждый мог просмотреть, видите, как, какое одеяние, какие юбки были, платья, но без платков. Платок главный. Так. вот здесь и какие рисунки. Фотографии-то не было, а тут в шляпках на улице, видать, выводят. сейчас покажу, что вы потом узнали. обложка книги какая. Вот она пишет. «Сама больница тоже выглядела, что в столовой появилась настоящая еда, мясо и овощи, а свежий белый хлеб и близко не напоминал те заплеселые куски, которыми кормили пациентов две недели назад. В комнате для мытья висели десятки чистых полотенец. А до этого было, говорит, два полотенца и моются, и которые заразные руки, там, негигиеничные, и в одной чашке-то мыть-то там. Последний моется, там черная, говорит, уже вода. Вот так. Пациентки были одеты в чистое платье и испуганно смотрели на прибывшую комиссию. Но Неррина стояла на том, чтобы поговорить с ними по отдельности и без надзора, месестер. Поначалу женщины опасливо оглядывались на дверь и не желали говорить, но Нелли убедила их необходимость сказать правду. Одна за другой они подтвердили ужасающие факты, приведенные Нелли в статьях. Скандал моментально стал общенациональным. Историю, творившуюся в сумасшедшем доме на острове Блэкуэлл, ужасов, перепечатали все газеты. Персонал больницы полностью заменили. Еще было решено увеличить ежегодные отчисления в департамент, за которым учились сумасшедшие дома на 850 тысяч долларов. Но главным достижением Нелли, которая была у них, считала законодательное усложнение процедуры медицинского свидетельства малешенных. А отныне попасть в сумасшедший дом по халатности вращали, по рекомендации мужа, который решил таким образом избавиться от жены, стало сложнее. Нелли представила еще множество расследований. Она обнародовала факты жестокого обращения с животными в зоопарке, разоблачила медиума, вручила полиции банду, торгующую детьми. Ее называли первопроходцем в жанре репортажа. Коллеги не могли тягаться с Нелли смелости и даже наглости расследования. А в 1889 году Нелли погибла, побила, побила рекорд Филиаса Фокта и объехала мир. Мир даже не за 80, а за 72 дня, в очередной раз доказав, что женщины могут справляться с мужской работой ничуть не хуже самих мужчин. Ну вот такой материал мне показался интересным, да и полезным кое-кому, кто может туда угодить. Ну на этом все сегодня.